Подождите, подождите! Здравствуйте! У меня давно уже есть мечта снять серию фильмов о рыбалке в Карелии. Мои друзья готовы показать свои самые сокровенные и красивые места нашего края. Первый фильм, который я вам представляю, конечно, о моем любимом Зоонежье. Снимали мы его весной, в апреле. Это самое лучшее время для подлёдного лова. Главный герой этого фильма – мой друг и напарник по рыбалкам Андрей. Кстати, он уже готов для большого экрана и ждет предложений, желательно с первого канала. Что ж, не буду вас втомлять, приятного просмотра, передаю ему слово. Привет! Меня зовут Андрей. И сегодня я тебе покажу свое самое любимое и заветное место, куда я всегда езжу на рыбалку весной. Это Зоонежье, Медвежегорский район Республики Карелия. Ты можешь почитать об этом много в интернете. Почему я езжу именно сюда и именно весной? Да все очень просто. Весной здесь очень мало туристов, при этом природные условия уникальны. Здесь отличный лед, шикарная солнечная погода и весь спектр рыбы, которые мы можем поймать в пресноводных водоемах Карелии. Уникальные условия. Рекомендую. Поехали! Приезжая в Зоонежье, я всегда останавливаюсь в одних и тех же местах. Гостевой дом Белый Шоколад или гостевой дом Крестики-Нолики. Здесь отличные бытовые условия, которые сочетаются с прекрасными видами из окна. Взять хотя бы старинную часовню средины 18 века. А ты знаешь, что до легенды Карелии острова Кижи отсюда всего 10 километров. И мы обязательно туда съездим. Ну что ж, не будем терять время, пойдем на рыбалку. А Никольскую часовню мы посетим с тобой позже. Погода отличная, но стоит одеться потеплее. Сегодня мы будем многое перемещаться на снегоходе. Давай начнем с разведки. Предлагаю пробить самые дальние точки. Ведь, как мы обычно говорим, рыба всегда под другим берегом. Кстати, солнечная погода. Самое время для поиска крупного окуня. Чтобы показать, что такое рыбалка здесь в Зоонежье, именно по окуню, легендарные места здесь в Зоонежье считаются Устьяндама. И многие карелы, в принципе, мечтают сюда попасть для того, чтобы половить рыбу. Поэтому я сегодня с тобой здесь, и мы сегодня с тобой здесь пытаемся поймать окуня. Но сам понимаешь, рыбалка, рыбалка в Зоонежье, да рыбалка в любом месте, это не поход в рыбный магазин. Ты можешь весь день просидеть, ты можешь весь день работать, сверлить, махать. Поймать вот таких, 3-5 хвостов. Да, по меркам многих из нас всех, это крупная рыба. Но мы здесь вот привыкли, что в Зоонежье это называется мелочь. Давай сдвинемся чуть леднее. Там есть интересный перепад глубин. Проверим его. Что, сейчас переехали на другое место, попробуем поискать здесь. Вот, сегодня как-то вечер такой, то ли слишком солнечно, то ли с давлением что-то не так. Потому что давление сегодня упало, реально. И уже сколько попробовали? Ну, не знаю, это, наверное, третье или пятое место, на котором мы сейчас пробуем найти окуня. Пробуем смотреть. Сейчас здесь помельче вроде. Может быть. До этого мы пробовали, была глубина порядка 12 метров. Сейчас мы где-то на восьмерке находимся ориентировочно. Но пока ноль. Можно попробовать поискать еще, знаешь, вот есть такая тоже штука. Рыба же подо льдом, когда воздуха ей не хватает. И многие из карелов пробуют ловить вдоль трещин. Звучит страшно, согласен. Но, вот смотри, там есть трещина. Километра 3-4 длиной. Вот. Давай попробуем, может, переедем туда, поищем там. Может быть, нам повезет. Я не буду гарантировать, но всякое бывает. Это лучше, чем просто сидеть и ждать. Надо искать. Все-таки рыбалка на окуне, это такая активная поисковая рыбалка. Ты много сверлишь, много ищешь. Ну, да, результат, он бывает разный. Но если ты попал, то ты попал. Чувствуются какие-то неуверенные потычки. Похоже, рыба есть, но брать не хочет. О, поклевка! Но, похоже, что это небольшое. Сейчас посмотрим. Глубина у нас здесь большая, порядка 12 метров. А рыба вот такая. Знаешь, день же подходит к концу. Мы проверили с тобой почти все интересные дальние точки Усть-Яндемы. Но, похоже, сегодня удача не на нашей стороне. Я предлагаю начать собираться и завтра половить ближе к дому. Ведь там клеет всегда. Считаю, что для первой вылазки все было шикарно. А сегодня нас еще ждет баня. Ну и давай уже начнем отдыхать. Погода продолжает радовать. И сегодня у нас по плану выставить жерлицы. Но вначале предлагаю начать день с небольшой культурной программы. Вот тут говорят физы, физы. Но ведь Занежье это не только физы. Знаешь, сколько здесь тюркей и каких? Здесь рядом с нами Варваринская стоит на Яндемазере. Был я там недавно. Туда добраться сложно. Зимой только по льду. Держись. Ну вот и Яндемазера. Нам на ту сторону. А Варварушка, как эту церковь здесь зовут, удивительный храм. Сейчас увидишь. Погоди. Что это? Где церковь? Как так? Слышал, что собирались разобрать ее и перевезти. Жаль-то как. На своем месте была. Нельзя такие храмы трогать. Ну, пойдем посмотрим. Это ведь не просто церковь была. Здесь раньше центр был мест этих. Деревень множество вокруг. Все к ней шли. Ярмарки, праздники, службы. Все у Варвары. Вот все говорят, 300 лет Преображенской в Кижах. А ведь Варвара на 60 лет старше ее. 1650 года постройки. Стояла она, держалась. Сам смотри, все живое еще. Не сгнило. Церкви в Карелии дольше всех стоят. Дома рухнут уже, сгниют. А церкви стоят. Кстати, два раза ее реставрировали. В 19-м и 20-м веках. А так крышу перекрыть надо было. И еще 100 лет нас бы радовало. Смотри, замок кованый, целехонький. Все работает. А ведь ему 400 лет. Поговорил с мужиками. Действительно разбирают, переводят в другую деревню. Глупость, конечно, но что поделать. Бревна нумеруют, гнилые заменят на новые. Но все не то уже будет. Не то. Здесь ее место было. А здесь была зимняя церковь. Не дожила она до наших дней. Это уже история. А вот и Варвара на Яндемазере. Тоже теперь история. Жалко. Нельзя все же церкви с таких мест увозить. Если бы увидел ты ее во всей красе, согласился бы со мной. Ну ладно. Поехали. Покажи тебе озеро. Оно плоское, как блюдце. Везде метра три глубина. Летом Яндемазера прогревается очень быстро. И оттого здесь много крупного окуня и щуки. Можно запросто нарваться на килограмм олах. Я попадал, кстати. И скажу тебе, не хуже онежских, ребята. А еще плотва очень крупная есть. В устье реки. Лето можно половить. Там ее много. О! Ну-ка, что там у нас? Вот видишь, плотва. Ну ладно. Хоть живцов наловим. Тут искать надо, конечно, чтобы крупнее найти. На стаю надо попасть. Но так хорошо. Солнышко печет. Честно, лень. Да и клюет здесь неплохо. О! А вот сейчас, похоже, окунь. Другая поклевка, видишь? Вот он. Но мелкий окунь. Ничего. Где мелкий, там и крупный. Но, видимо, не сегодня. О! Еще один. Ах, очередная мелочь. Ладно. С трофеями у нас не получилось. Но зато же столк нормально наловили. Предлагаю вернуться, пообедать и выставить наши жерлицы на Онегу дома. А на Яндамазера мы в любой день еще можем вернуться, поискать крупника. Жаль, вот только Варвару мы больше не увидим. Обед был хорош. Но мы заставили себя оторваться от стола. Давай наши самоловки мы поставим недалеко от дома. Рыба здесь все равно есть везде. А нам ближе ходить, проверять. Постановка жерлицы начинается с выбора живца. В принципе, у рыбы каких-то особых предпочтений нет. Можно поставить окуня, можно поставить платву. Ну, считается, что он более живучий. Ну, а я делаю обычно так. Запускаю руку в живцовый ящик и ловлю того, кто попал. В данном случае нам с тобой попала платва. Ну, а дальше все достаточно просто. Берем живца. Есть несколько вариантов постановок. Ну, я в данном случае буду использовать постановку под хребет. Да, то есть вот мы с тобой выбрали нужного нам живца. Аккуратненько здесь крючочком. Раз, протыкаем. Важная задача не перебить хребет, чтобы живец остался как можно дольше, более живым. Видишь, да, какой он свежий и активный. Ну, а дальше все. Опускаем в лунку. Для того, чтобы рыба ушла на нужную нам глубину, используется вот такой груз. Называется свинцовая оливка. Вот. Дальше мы отмечаем, нам нужную глубину отмеряем. Здесь, здесь с учетом перепада глубины, будем ставить пол воды. То есть где-то порядка 6-7 метров. Вот у нас с тобой 4 метра. Вот у нас 5. Ну вот, где-то сейчас 6-6,5. Все. Нужная глубина есть. Глубина определяется экспериментальным путем, потому что сам понимаешь, что рыба ходит в разных уровнях, в разных слоях. Ну, дальше заряжаем флажок. Это тоже не так сложно. Раз. Ну, вот, собственно, все. Наша с тобой площадка. Ну, самоловка готова. И, как говорят в таких случаях, ни хвоста, ни чешуи. Давай поставим еще 10-15 жерлиц. Я думаю, нам хватит. Часть предлагаю выставить в пол воды на щуку, а часть у дна на налима. И давай посмотрим, что принесет нам завтрашний день. Хоть наша жерлица и близко, но и леет снегокод, пешком ходить не лень. Да и рыбу потом на себе тащить. О, сработка! Вот это приятное чувство. Не зря вчера выставлялись. Ну что, пойдем посмотрим, кто там у нас сидит. Ага. Идет не очень. Ага. Лед намерз. Горят, весна в Карелии, весна, тепло. Ну так, дергается интересно. Но, судя по толчкам, не очень крупный. Но подходит к лунке. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим. Оп! Вот она. Ну что, вот еще одна сработка. Слушай, ловля на самоловке вообще очень увлекательный процесс. И каждый раз, вот, вроде бы всегда одно и то же, да. То есть, те же поклевки, но каждый раз подходишь со свежими ощущениями. Потому что тебе никогда не понятно, что на том конце провода. Провода лески, конечно же. Понимаешь? Но всегда интересно. Это реально интересно. Это вот реальное ожидание борьбы какой-то. Да? То есть, кто там будет? Как она себя поведет? Непонятно. Ведь каждая хищница, она очень уникальна. То есть, у нее свой характер, свои эмоции. Это практически как человек. Понимаешь? То есть, тут реально эмоции такие, что ух, идет, идет, идет. Я тебя вижу. Но и ты меня видишь тоже. Это не очень радует. Налим. Это всего лишь навсего Налим. Но хороший. Вот так вот. Вот смотри, выплюнул еще рыбку. Молодец. Нам наживочка нужна. Красавец! Что говорить? Рыбалка в Зоонежье. Только положительные эмоции. Смотри, мы поставили наши жерлицы в двух, нет, даже в трех местах, чтобы найти, где у нас рыба. И везде у нас сработки. Это приятно. Отсюда напрашивается простой вывод. Рыба активна, и она везде. Ну что ж, начинаем с ней бороться. Так идет хорошо, неплохо таки. Ого, потяжечки, потяжечки, потяжечки. Хорошо, хорошо. Слушай, ну так интересно. Да, ну живцов нужно обновить. Делаю я это через жабры. Так он получается более живой и активный. Благо, вчера мы поймали их достаточно много. Ну, посмотри, как он играет. Был бы хищником, съел бы сам. Ну, смотри, буквально за час у нас с тобой уже есть обед. А больше, я думаю, нам на сегодня и не надо. Считаю, что мы уже неплохо отловились. Кстати, давай сразу, пока рыба живая, поехали кинем ее на сковородку. Будет вкусно. Ну, а сегодня я тебе покажу, как готовится традиционное карельское блюдо, рыба по-карельски. Наиболее вкусной считается традиционная ряпушка по-карельски. Ну, ряпушки у нас сегодня в прилове не было, благо она не клюет на мормышке. Вот, сегодня мы с тобой сделаем из всего того, что мы поймали. А поймали мы сегодня окунь и налим. Ну, что ж, берем рыбу. Секрет очень прост. Рыба укладывается на дно сковороды. Укладывать ее нужно очень плотно, спинка к спинке. Чтобы она полностью покрывала поверхность сковородки. Да, заметь, рыбу надо заранее почистить, я об этом не сказал. Я думаю, это и так очевидно. Получаем вот такую сковородочку, плотно набитую рыбой. Сверху мы выкладываем картошку. Картошку нужно предварительно почистить и порезать ее кружочками. Толщина, форма кружочков может быть любой, лишь бы она была круглой, как говорится. Выкладываем также плотным слоем, не стесняемся. Так как мы живем в Карелии, то у нас количество рыбы превышает количество картофеля. Если вы живете не в Карелии, то, скорее всего, у вас будет наоборот. Но я рекомендую все-таки традиционный рецепт рыбы по-карейски делать все-таки там, где рыбы больше. Ну а дальше, дальше все очень просто. Мы покрываем все это слоем лука. Лук нарезаем кольцами. Естественно, естественно, надо будет еще немножечко посолить. Конечно же, для оттенков, для вкусовых оттенков, сюда рекомендуется добавить немножко специй. Горошек. Ну и главный вопрос, который ты мне задашь, а как все это будет готовиться? Все очень просто. Рыба готовится в собственном соку. Для того, чтобы появился свой собственный сок, нужно добавить немножко воды. Заливается вровень. Сковорода заливается вровень водой. Заметь, масла я не добавлял. Рыба должна готовиться в своей воде. Желательно воду в чайнике использовать из того же водоема, где ты поймал рыбу. Все, мы с тобой заливаем, включаем сковородочку и закрываем крышкой. Ну вот, наша рыба закипела. И мы обильно, ключевое слово обильно, наливаем туда масло. Для придания блюду аромата масло обязательно используем нерафинированное. Все. Есть один недостаток у этого блюда. Его хочется съесть здесь и сейчас. Но я тебе скажу, что если дать этому блюду постоять часик, а может полтора, то это будет просто пищевая бомба. А пока этот часик мы с тобой выжидаем, проверим наши самоловки. Не удивлюсь, если за это время уже кто-то попал. То, о чем мы с тобой говорили, всегда здесь по ловле налима. Здесь очень интересные места и налимчик здесь такой поклевывает. Иногда достаточно интересный. Ни хрена себе он там играет. Нифига! Там килограмма на три. Тихо, 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 тихо. Вот так. Ес, ребята! Рыбалка за нежью интересна тем, что рыбу выбираешь ты сам. Не веришь? Все очень просто. Ставим самоловочку на дно. Налим. Ставим в пол воды. Щука. Ставим ближе ко льду. Опять щука. Опускаем ниже. Снова налим. Поэтому рыбалку здесь выбираешь ты сам. Ну что ж, мы с тобой утолили первый голос. И по хорошим поклевкам. И гастрономически, думаю, тоже. Я предлагаю сегодня сделать паузу. Поехали, я покажу тебе одно из самых красивых мест в мире. Ну что, вот мы и прибыли с тобой в жемчужину Зоонежья. Да и жемчужину вообще всей Карелии. Что там Зоонежья? Музей-заповедники же. Пойдем посмотрим. Музей-заповедник. 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 Мы с тобой много говорим о рыбалке и много чего показал и рассказал тебе, но прежде всего рыбак это человек, а человек существо культурное. Естественно, если ты собрался поехать на рыбалку в Карелию, ты должен обязательно побывать здесь. Здесь, естественно, я говорю про остров Кижи. Замечательный памятник на моем фоне сзади. Это шикарный музей, музей-заповедник Кижи. Памятник ЮНЕСКО, между прочим. Здесь великолепные экскурсии, здесь очень красиво. Сумасшедшая позитивная энергия наших предков. Все-таки, как говорят, этот храм был построен без единого гвоздя. Знаешь, ты можешь мне возразить, что зачем ехать сюда в Кижи, когда можно все это посмотреть по интернету. А я тебе вот что скажу. Да, действительно, в интернете есть все, и можно посмотреть все. Я более того уверен, что можно посмотреть любую экскурсию. Но вот то живое общение, которое ты видел, ты видел этого экскурсовода, прекрасная женщина Елена, которая рассказывала с любовью об этих местах. Она знает здесь все. Вот эта экскурсия, 90 минут живого общения с людьми на фоне вот этой природы, это не заменит никакие интернеты и всякие остальные прочие вещи. Ты посмотри, какие иконы, ты посмотри на эти холодные комнаты, ты посмотри на все, что окружает вокруг, на эти деревянные потолки, на это зодчество, которое люди делали своими руками, вот этими простыми руками. А вот эта катка с водой, которая размером как двоя, ее носили два маленьких мальчика, два маленьких мальчика носили воду в баню. Ты видел эту красоту? Никакой интернет этого не заменит. А ты видел в этом доме кофемолку? Видел? А кофеварку? Видел? Но кофе ты из нее не попьешь. Знаешь почему? Потому что всем этим предметам 200-300 лет. И они не работают от электричества. Его, кстати, не было и сегодня здесь, потому что здесь стараются воссоздать максимально ту атмосферу 17-18-19 века, когда здесь не было ни туалетов, ни электричества, ни горячей воды. Ну, точнее, она была в бане. Ты видел эти катки, ты видел эти огромные бочки. Обрати внимание, дом, дом под одной крышей. Там же и хлев, там же коровы, там все. И там огромная русская печь, которая греет, сушит, увеличивает поголовье, людское в том числе. Потому что чем заниматься в Карелии долгими зимними вечерами? Да, мы с тобой здесь прекрасно отдохнули и провели время. И я думаю, ты согласишься, что здесь красиво. Но, как говорится, сыт, сказками не будешь и соловья баснями не кормят. Поэтому у нас пришло с тобой время ехать проверять самоловки. Смотри, здесь мы выставили с тобой самоловки. И заметь, такая очень интересная рыбалка. Видишь, вон они вокруг идут. Это вот как минное поле, где-то сработка. То есть ты туда бежишь. Вот я сейчас вижу. Раз, два, три, четыре выстрела. Что видишь ты, я не знаю. Но четыре выстрела это адреналин, поверь мне, побежали. Здесь дело в том, что медлить нельзя, потому что непонятно, что там происходит с рыбой, как она играет с живцом. Всякие варианты может быть. Она может перетереть леску. Это хищник, хищник, а он сильный. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть? Есть и хорошая. Хорошая. Субтитры создавал DimaTorzok